Так, друзья, день добрый. Очередное видео с Алексеем Бачеровым, управляющим, известным. Рассмотрим ситуацию на рынке и принципы управления его портфелем. Что он сейчас хочет аккумулировать? Акции, облигации и почему? В этом видео Алексей ссылается на расчеты. Имейте в виду, что эти расчеты публикуются на канале закрытым Алексея, а также по договоренности транслируются на моем канале закрытым. Расчеты по акции, по золоту, по нефти тоже. Так что ссылочка на мой канал закрытый платный в описании этого видео. Также прошу вас поддержки. А лучшая поддержка это что? Это лайк и реплика. Всегда интересно, что вы думаете по поводу видео. Алексей, день добрый. Андрей, приветствую. Мы с тобой Стаханов, Стахановцы. Мы вчера писали до моего платного канала, сегодня запишем до бесплатных каналов. И все до людей, все до людей. Обратите внимание, меня критикуют. Критикуют за то, что я просто сказал, что не уверен, что Николай из эры перемен прав и рынок упадет на 50% за месяц-полтора. Я же Николая не критиковал. Обратите внимание. Я просто сказал, что я не уверен. И все. Это разные вещи. Одно с стороны критика, а другое говорит, что я не уверен. Это разные вещи. Но, тем не менее, люди очень болезненно это воспринимают. Вот, наверное, надо поменьше говорить чужие мнения, побольше свои. Ты думаешь, упадет на 50%? Я думаю, что вероятность этого события настолько мала, что ее можно приравнять к нулю. Как нас учат подходы. Я, в общем-то, не в малой степени опираюсь на всякие вероятностные модели. Использую их, в том числе, на твоем закрытом канале. Мы периодически публикуем расчеты, которые связаны с вероятностными моделями. И, конечно, нельзя исключить, что эта вероятность совсем нулевая. Но с точки зрения разумных подходов, можно сказать, что она стремится к нулю. И поэтому я считаю, что это перебор. Когда мы с тобой встречались в прошлый раз, или вот в прошлый раз, или, может, чуть позже, я говорил, что вероятность коррекции на российском рынке достаточно высока. И у меня было, ну, грубо говоря, два основных базовых прогноза, что рынок, скорее всего, скорректируется на 8%. Это с наибольшей вероятностью было. Ну, и с вероятностью 5% я оценивал, что он скорректируется на 16%. Да. Получилось 9%. Пока мы видим, да. Ну, даже, по-моему, с максимума, если чисто по закрытиям, даже до 8, по-моему, не дошло, по-моему. По-моему, 9.05. Было 9.05. Ну, может быть. Но в любом случае это вот близко, да, конечно, вероятно, смотреть, что это близко было к первому, да, и самому важному прогнозу. Поэтому я думаю, что из того, что я делаю, из того, как я считаю, да, вот эти вот прогнозы типа минус 50% для меня выглядят из разряда фантастических прогнозов и желания, наверное, заработать в некую медийность больше, потому что люди любят такие крайности, да, надо в одну крайность удариться, а потом в другую крайность. По мне, скорее, быстрее биржу закроют, чем у нас валит на 50%. Если уже будет совсем плохо, ее просто закроют, нафиг. Возможно. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что для московской биржи падение на 50% это какое-то, ну, оно не явно, конечно, не частое явление. На полтора. Но мы видели в нашей с тобой жизни падение московской биржи даже больше, чем на 50% в 2008 году. Ну, правда, тогда это была всебирная ситуация, да. Я не думаю, честно, по-моему, все таргеты я там, в общем, сказал, какой-то уже таргет. Ты знаешь, что это, я повешу выходные, да, интервью? Да. Я сегодня не успею. Поэтому, если ты сейчас ошибешься, до конца дня упадет, до конца пятницы 70%, тебе будет очень стыдно. Да. Ну, значит, будет стыдно. И две планки пролетим, и скажем, да, почему? Ну, так получилось. Ну, придется, да, мне, наверное, ошибаться. Платим, вы право думаете. Наверное. В этом случае. Скажи, а общий тренд, то, что ты считаешь, что потихонечку, помаленечку, у тебя 50% в акциях примерно, и надо... Да, и надо до 70% увеличивать, да? Да. Этот тренд у меня сохраняется, то есть я пока не пересматриваю свой основной прогноз. Более того... Что за прогноз, скажи, не все же знают. Конечно, давай повторим его. Но я считаю, что долгосрочные инвесторы на горизонте в пять лет могут извлечь из российского рынка акций не менее 20% годовых. Это очень хороший результат, который, в принципе, наблюдался до этого только после 2000-х годов. Ну, после 98-го, там, с 2000-х годов. Я, как бы, тогда был еще лучше, да, чем сейчас, но я думаю, что это вот мой основной прогноз. При этом этот прогноз, он, как бы, подтверждается, поскольку он не в малой степени построен на взаимосвязах с различными макроэкономическими показателями, прежде всего, с ВВП, с инфляцией и подобными. Последние все данные, которые мы видим по российскому ВВП, в том числе, инфляции, они все, на самом деле... Давай так, вот если по ВВП, то они все время улучшаются. И это подтверждает, что мой прогноз, в общем, имеет место быть, да, и наоборот, для меня это хорошо, это дополнительное подтверждение, потому что, когда я его делал изначально, да, дальше его только корректировал, то я исходил из существенно более плохих показателей, в том числе и отрицательных, да, а сейчас получается, что он не просто отрицательный, а положительный, да, то есть это, наоборот, только усиливает эффект. А если говорить про инфляцию, то я тогда даже перезаложился в своих расчетах, и у меня среднегодовая инфляция по итогу пяти лет должна была быть 8%, а мы даже сейчас видим, что при всех вот то, что там все время говорят, инфляция снова выросла, инфляция упала, да, но по году инфляция должна составить 7,5%, в следующем году тоже ожидают 7,4%, да, но уже к концу следующего года 4,5%, да. Понятно, что прогнозы вот такие по инфляции, это тоже такая, ну, своего рода кофей, гадание на кофейной гуще, но долгосрочно я не вижу инфляцию на уровне больше 8%, именно это я и закладывал в свой прогноз, то есть она получается лучше, чем... Ну, вот Манька облигация, он же Рыбин, там 11,15, говорит, реально он будет. Ну, понимаешь, вот этот вечный спор, что такое реальный, что такое нереальный. Ну, да, но исходя из этого вечного спора и реальной инфляции, которую он видит, он не лезет в облигации ВДО, которые покроют ее. Здесь, Андрей, наверное, у меня здесь такой подход, когда мы с тобой занимаемся инвестициями, вот моя личная инфляция, которая, наверное, может быть и 11, и 12, и даже 20%, если у меня корзина, да, состоит... Да, если машина жил купить, да. Да, то есть она может быть и существенно выше, само собой, да, то... Но когда мы с тобой идем на фондовый рынок, покупаем какие-то активы, да, то у нас есть связка между доходностью государственных бумаг, между инфляцией, да, доходностью акций, которые также привязаны к этому величине, и поэтому там инфляционные ожидания, которые мы видим на фондовом рынке, оно соответствует, да, или тем аффилиционным ожиданиям, которые есть именно по той инфляции, которую считают государство, да, не той, которую, там, лично я, там, на себе пробую. Поэтому, на мой взгляд, теоретизировать можно все, что угодно, но покупать ВДО, да, при высоких процентных ставках, это такая очень непростая штука, потому что неизвестно, переживут эти компании, эти высокие процентные ставки или нет. А он, это, как профессионал высшей пробы, игра, какая игра-то была, лягушка, что ли, по кочкам скакать в болоте, ты, наверное, не то, что там, немножко продержал, там, другую перескакал, игра. А может быть, ему, опять же, это, значит, может быть, ему объем позволяет, потому что большинство ВДО продать на рынке, это тоже, ну, и целая история, да, то есть, потому что даже объем, там, я, конечно, не знаю, про какие ВДО он, конечно, конкретно говорит, но если брать, там, вот эти ВДО совсем с низким кредитным рейтингом, то ты и 5 миллионов ты можешь с трудом реализовывать, даже если ничего особо не происходит. Ну, если там, наверное, ты купил на миллион рублей, там, 5 бумажек, может, и там, и не будет проблемы, да, там, вот, как ты говоришь, перепрыгнуть, а если, как у меня, например, там, выгрузить, там, даже хотя бы, если там мне 5 процентов возьму, ну, там, на ВДО поставлю, да, ну, у меня это, там, будет сумма существенно выше, чем 5 миллионов рублей. Понятно, ну, про инфляцию поговорили, давай поговорим про облигации. Давай. Ну, как раз Эльвира Набиулина в очередной 101-й раз сказала, что ставка останется прежней до конца года, либо даже будет повышена, она сама не знает. Ну, она, как классический монетарист, она абсолютно копирует, на мой взгляд, поведение, в данном случае, Пауэлла. То есть синхронизировано, да, их действия? Да, ну, не в том плане, что, конечно, она, как многие скажут, что она, там, ставленник ФРС, она работает на Международный валютный фонд, там, или, да, Международный банк, там, да, и так далее, и тому подобное, я не очень верю в такие конспирологические идеи, вот, но она по своей, как бы, вообще, вот, своему представлению, да, об управлении денежно-предельной политикой, несомненно, именно чистый монетарист. А как чистый монетарист, у нее вот те же самые подходы, что у Пауэлла, там, у Бернанки, да, и у многих других, там, да. Вот, и поэтому мы видим те решения, которые Набиулина транслируют, они абсолютно вот в этой логике монетарных подходов, монетаристских подходов, да, и ожидать, что она будет заявлять что-то другое нельзя, то есть, вот она говорит, что да, вот, как Пауэлл так же, да, в сентябре сказал. Но какой же смысл тогда, если они проводят адаптивную политику, какой смысл вот сотрясать воздух? Нет, смысл-то очень простой, но она же сидит на своем месте, да, она управляет Центральный банк, ее задача, да, заниматься стабильностью финансовой системы, ну, все, ну, заметь, Андрей, они же, вот сколько уже трений с ЦБ, да, со стороны других министерств, из Минэка, да, из Минфина, там, да, и она вот упирается рогом, да, и никак ее никто сдвинуть не может, да. Ну, потому что есть один человек, который считает, что она высокопрофессиональная команда высокопрофессиональная. Если бы не этот человек, то давно бы уже Влад Жуковский экономист занял бы ее место, но что-то он не занимает пока. Не знаю, не готов, чтобы Влад Жуковский, честно тебе скажу, занял место Эльвира Сахибзадовны, но то, что Эльвира Сахибзадовна, это как кодь монетаризма, который в другой борозды не всплашет, это точно. Понятно. Облигации, модная тема, это тебя не сильно вдохновляет, но вот народ, который смотрит мой канал, побольше информации давай про облигации, особенно с плавающим купоном, привязанной к валюте, выплаты там валютные. Ты считаешь, что эта тема не очень интересна для тебя, да? Нет, я как бы люблю облигации и очень часто их использую для своих портфелей. Вопрос в том, что к каждому времени свои инструменты, правильно? Вот, когда-то облигации очень хороши. Если, например, мой бы инвестиционный горизонт был всего лишь три года, то, наверное, я бы с удовольствием даже пересмотрел бы сейчас свою позицию по акциям и сказал бы, нет, да, наверное, я должен держать сейчас, вот прямо в моменте, да, побольше взять облигации, потому что они дают 12-ю доходность на этот горизонт. Ну, если бы государственные, да, 12 там и выше, да? Если я, конечно, смотрю чуть дальше, то здесь уже ситуация немножко иная, да, и на мой то, что я и говорил, что интереснее, по-моему, брать бумаги, то, что я делаю, я имею в акции, да, акции российских компаний. Вот. Если говорить уже про вот облигации какого типа брать, да, вот, с плавающей ставкой, либо флоутеры, либо линкеры, да, ну, то здесь уже, знаешь, я хоть про все эти облигации знаю, но из опыта я предпочитаю классические бумаги с классическим доходом, да, потому что я фиксую этот доход, по сути, на тот временной лак, на который я их покупаю, да, а не для того, чтобы попытаться на этом спекульнуть. То есть я не распространяю облигации как элемент спекуляции. На облигациях можно хорошо спекулировать, да, если знаешь как, вот, и если у тебя есть еще приличный объем и приличное плечо к этому делу, да, вот тогда можно классно спекулировать. После того, как я поработал в компании одной, которая купила с плечом облигации, хватит. Ну, просто... Никаких ключей. Момент покупки облигаций с плечом – это одна из самых важных вещей, да, в жизни. Никаких ключей, нет, 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 мы не пойдем на это. Ну, да, давай советовать это не будем, но это спекуляции, да, совсем другого качества, другого уровня. И обычно все-таки эти спекуляции полезны для людей с большими деньгами, да, когда у тебя, у самого большие деньги, еще ты, значит, плечо используешь для этого. Для большинства, мне кажется, вот эта заморочка, да, давайте купим вот эти, они будут точно лучше. Знаешь, мне как-то встречалось исследование, как раз сравнивали УФЗ, брали УФЗ, значит, инки, линкеры и вот с постоянной катавкой. И вот оказалось, что понятно, что в какой-то период времени одни, значит, лучше, как всегда, одни хуже, но, в принципе, если ты берешь достаточно долгосрочный промежуток времени, то все они примерно одинаковые, то есть ты не будешь ради этого. Но мне удобно использовать именно фиксинками, то есть которые четко, да, знаю, что я получу, потому что а, я знаю, что я точно получу, и б, цель моя, да, как раз и получить вот этот доход в этом размере с них. А если я хочу использовать, ну, как бы такой инструмент, вроде как выражиться вовлюгации с точки зрения уменьшения волатильности портфеля, то, во-первых, у меня есть а, государственный фонд типа СБГБ, но он не государственный, он сберовский, но это, по сути, индекс RGB, да, вот, это первый вариант, если я уж прям так хочу. А если я хочу коротко вложиться, сейчас есть прекрасные вот эти вот фонды денежного рынка, которых мы называем, да, это, которые занимаются краткосрочными сделками РИПО, да, ну, например, там, LQDT, да, там, СБММ, там сейчас есть, да, вот, причем сейчас прикольно, что многие эти фонды, если ты там, например, в Сбербанке, то, по-моему, Сбербанк тебе продает этот СБММ без комиссии, да, если ты, значит, ВТБ… Сбербанке, но там похуже у него дела идут, чем у ВТБовского фонда. Ну, вот, ВТБ, опять же, если ВТБ, то тебе, опять же, это же фонд тоже без комиссии попадут. Ну, даже, да, ну, опять же, давайте так, комиссия, там, если ты, в принципе, разумный человек, это комиссия, ты же не собираешься чисто зарабатывать на этом фонде, как будто ты на нем зарабатываешь. Это просто временное размещение ликвидности. Да, и это, в принципе, все равно приносит себе там купонный доход падает и падает, да, то есть, и все неплохо, не купонный, прошу, пардон, оговорился. Да, согласен. И мне очень понравилось искание экономиста Абрамова, я их, который публиковал, что вот нельзя все время пересматривать свои принципы управления портфелем. Вот сейчас говорят, что возможна рецессия, а может быть, мир и счастливо избежит рецессии, вот, но если все время метание, корежить свою систему управления портфелем, это неправильно, под эти все новые. Ну, вообще, я Сашу хорошо знаю, мы с ним вместе экзамены принимаем, так тоже общаемся. Я тоже очень хорошо знаю, я его знаю с 2008 года. Вот, и он такой прям академический человек, он, кстати, со студентами многими хорошие работы делает, да, молодцы, я еще считаю, что правильный путь, немножко денег им не хватает, в плане, вот, если бы кто-то профинансировал программы, то, может быть, у нас бы появился мой Монинг Стар там, да, свой, это же было бы прекрасно. Ну, пожелаем Саше удачи, но я, как бы, подведу итог, что то, о чем пишет Саша, и, там, публикует у себя, я тоже читал это. Да. На самом деле, это не совсем сказать, что это какая-то новость, потому что еще даже в более ранних есть исследования, американские, конечно, вот, которые подтверждали вот эту идеологию, кстати, у Кадимана это вот встречал в книге, что люди, которые чаще совершали операции, да, получали в среднем доход хуже, чем если бы они просто ничего не делали, то есть, не обязательно даже, вот, как ты, Саша, ты пишешь, что они, не надо менять стратегию, да, то есть, а здесь они даже, вот, если просто брать портфель, да, то есть, вот, и следить, да, вот, как выглядит себя портфель и просто ничего в них не делает, то оказывается, что результат в среднем у них был бы лучше, чем вот эта активная позиция. Я тоже так считаю, но я веду немножко другую идеологию. Я на каждый год стараюсь оценить тот риск, на который я готов в этом году пойти, да, и исходя из этого, я чуть-чуть ребалансирую портфель, то есть, смещаю в нем акценты. Ну, вот, я говорю, я сейчас у меня план пятилетний, я всегда тоже стараюсь на пять лет посмотреть, но в конце года, когда я все посчитаю, да, я в начале января сделаю очередной расчет, да, и посмотрю, вот, мое отношение к риску, оно остается таким же, да, или как-то меняется, да, отношение к риску я меряю в основном через волатильность, ну, это есть такой показатель value at risk, да, который используется там в банках для оценки рисков, колебаний в портфеле, и вот я смотрю, да, например, если я так чувствую, что вот, например, есть у меня ощущение, что будет все не очень хорошо, значит, концептуально мой подход в портфелях не поменяется, но концептуально изменится чуть-чуть доля, то есть, если я сейчас говорю, что я 75 наращу, я наращу эту долю, да, но там в январе, посмотрев на все какие там долгосрочные прогнозы, я подумаю, не, наверное, Алексей, ты что-то перебрал, я просто скажу, ну да, ну так, да, я просто возьму 75, ну, 20 или сколько, 15 процентов продам, а остальное там перегружу в облигации, вот в этом и есть динамика, то есть, сам подход, то, о чем писаешь, получается, в моем случае не меняется, но чуть-чуть меняется развесовка в портфеле, понятно, а сколько у тебя акций вот таких, которые топовых надо покупать на откатах, я честно вам скажу, что если мы берем основной мой портфель, или основной, большой, да, именно отдельных иммунитетов в нем нет, просто нет, да, и сейчас я только подхожу к тому, вернее, подошел, да, что я вот вполне возможностей в октябре или в ноябре, да, возьму некоторых отдельных имитентов, да, но я думаю, что мы с тобой наверняка встретимся еще, и если я это сделаю, я поделюсь, что, что я взял. Ну, конечно, ты поделюсь, а куда ты денешься, понятно, тем более, ты меня это самое чуть не отговорил, я только ВТБ купил, вот, на провале, ты говоришь, а я бы шортил ВТБ, ничей? Ну, и говорил, что тебе шортил, я бы сказал, что я бы, я бы его вообще никогда не купил. А тайминг, тайминг, ты не спросил, какой тайминг, мой тайминг был небольшой, я потихонечку уже вот его вот, как бы, как рыбка, понимаете, кто там, зайчик, морковочку съел и убежал, чик-чик-чик-чик. Ну, Андрей, ну ты же, это же трейдер-то, правильно? Ну, у меня два портфеля, один, честно говоря, сбербанковский, публичный, он не трейдерский, тогда кинул, забыл, а второй вот так вот иногда Тинькофф чего-то поактивничаю там, иногда. А у тебя второй на Тинькове, да? Да, Тинькофф мне не нравится, честно говоря, но, ладно, пускай будет, люди просили. Ты знаешь, наверное, интересный фат-факт, что у Тинькова, несмотря на то, что многие хают его, ну, как-то, да, там, мы, как профессионалы, я тоже, у меня тоже в Тинькове есть, небольшая сумма, даже автоследование есть на Тинькове, вот, но вот там много как-то, конечно, реализовано, ну, правда, скажем, через одно место, вот, да, но при этом надо отдать должное Олегу как бизнесу, ну, сейчас он, правда, уже на Олегу принадлежит, что, действительно, большинство людей, молодых, которые, с которыми общаюсь, они, действительно, сидят вот в этом Тиньковском приложении, через него покупают. А многие даже не знают другого брокера, кроме Тиньков. Им начинают сейчас сказать, что есть брокеры, да, да, странно, мы Тиньков сидим, чего не знаю. Не, и причем они вот прям пользуются именно вот этим приложением для покупки-продажи, то есть они там никакие не стаканы, ничего. Так я сам пользуюсь. Не, просто, а просто иногда, вот, я к тебе приехал, да, да, после чего-то страшное происходит, ну, условно говоря, а что я буду делать? Взял приложение, открыл, сделал. Нет, ну, сейчас, как бы, конечно, все уже по этому пути-польшую, у всех есть приложения свои, ну, вот. Но он просто, если, говорю, вот, именно у Тинькова, они как-то, да, вот, прям на этой теме выстрелили, на мой взгляд, прям, очень сильно. Понятно. На следующий год есть какие-то у тебя прогнозы? Ну, основные прогнозы следующего года будут в начале следующего года. Сейчас конкретику я, наверное, не смог бы дать по этим прогнозам. Вот этот вот прогноз, который сейчас по коррекции, он остается, да, вот, ты сказал, что 16% это максимально, да? Ну, но при этом, поскольку основная, вот эти, то, что было наиболее вероятно, да, оно уже произошло, то я в октябре увеличу позицию в акциях. Слушай, у меня, надо вот, прям, платья послушать, а почему у меня так мало акций? Ну, то есть я вот, потому что для меня, как для инвестора, сейчас очень хорошая ситуация, потому что инвесторы всегда легко усредняться на падениях, намного сложнее усредняться на росте. Да, да, да. И если даже радуются, когда... Да, конечно. Радуются, это хорошо. Да, я считаю, что сейчас мне рынок подарил возможность очередные 5% в свой портфель взять по хорошим ценам, а не на растущем рынке. Да. Есть какие-то риски сейчас повышенные для нашего рынка, в плане, что биржу закроют? Таких рисков я, честно говоря, Андрюх, не вижу. Ну, вообще, давай так, такие риски и предвидеть вообще часто невозможно. Там Фрэнк Найт, мне сможет, это все неопределенно. Я вспоминаю, 19-е какого-то, августа 91-го года мне холодильник везли по открытке, по открытке ЗИЛ, и не могли проехать, потому что там были пробки, там ГКЧП, туда-сюда ЗИЛ привезти, а через 3 дня кончился Советский Союз. А кто бы мне сказал, что так быстро все свернется? Ну, это из разряда неопределенностей. То есть, вот такие события, они возможны, именно они являются черными лебедями, и нет никаких серых лебедей. Вот эта сказка, что есть какой-то серый лебедь. Это вот когда вышел Носима Талиба, да, потом начали, ну, этот лебедь не черный, он серый, да, нет никаких серых лебедей, они все черные. Если бы кто-то может их предвидеть, и мог бы их предвидеть, да, то есть, тогда бы, собственно, понятно, что на этом можно было бы очень много заработать, да. Да. Ну, не всегда, но, по крайней мере, если у нас там рынок капитала открыт, то можно, да. Поэтому я не верю в то, что предсказать подобные вещи вообще возможно. А если всегда жить, ожидая эти вещи, тогда ты вообще не должен ничем заниматься, не инвестировать, да. Помнишь, была такая старая песня, группа «Воскресенье», да, как сложно бывает начать все сначала. Вот к этому, мне кажется, консистенция должна быть как в каком-то плане готова, да. Мы живем в мире, где риск существует, он, да, и он может быть разным, да, и где существует эта неопределенность, которая может вот все, чем мы сейчас с тобой занимаемся, и, как ты сказал сегодня, пойду я потом, например, в управдома, да. Все может быть, да. Только у меня-то, понимаешь, концепция-канал какая. Инвестирую только в акции и облигации. А инвестиции были в Советском Союзе, например, в монеты, в червонцы, золотые. Поэтому я спокойненько не тарелочками пойду продавать, а заниматься инвестициями в какие-то монеты какого-то государства, условно говоря. Ну, это уж более широкий вопрос, да. Может быть, это как бы немножко шире, чем то, о чем мы с тобой обычно говорим. Шире. Просто я тебе говорю, до меня я акции, я не уперся в акции. Я с удовольствием готов послушать. Не скажешь, что ты покупай Lego, я с удовольствием пойду и говорю, а почему Lego не купил? Ну, условно. Ну, я тебя понимаю, но это просто шире. Я как бы говорю про то, что я, если говорить вот мою жизненную ситуацию, я, например, в 2000-х годах очень неплохо зарабатывал на консалтинге профессиональном, да, связанном с закрытыми фондами недвижимости. Это тогда было на высоте на муви, да. И, конечно, вот занимался собственным инвестицием, но вот если сравнивать там тогда первичные эти накопления, как говорят, капитал ушел у меня, да. То есть, понятно, основной источник дохода у меня был вот этот консалтинг, связанный с этим делом. Но я, когда уже кризис прошел 2008-м, да, я, значит, возомнил себя, думаю, ну, я же такой молодец, я же много чего умею, давай-ка я тут буду заниматься не только инвестициям на фондовом рынке, а собственным бизнесом, да. Ну, в общем, опыт показал, что, наверное, как бизнесмен с малым бизнесом я никакой, да. И можно сказать, что что-то я делал не так или что-то делал неправильно, но это для меня был опыт, который, да, сказал, нет, Алексей, наверное, надо заниматься тем, чем ты умеешь. Я умею заниматься инвестициями на фондовом рынке. У меня это получается, да, я могу эти... Я не говорю, что я там Баффет, и не собираюсь там быть Баффетом, да. Я не хочу, как бы там вечными спорами участвовать, что пассивные инвестиции на 25 лет там, да, дадут лучший результат, да. То есть я все это знаю, я все это читаю, я все это рассказываю студентам, да. Но у меня нет горизонта в 25 лет, по крайней мере, такого, да, чтобы я только этим занимался. Поэтому, да, я прекрасно могу понять, что да, если завтра что-то такое произойдет, о чем ты говоришь, это черный лебедь, то, скорее всего, я останусь гнижчем. И тогда мне придется начать все сначала. Ну, а что делать? Я философски к этому отношусь. И еще, вот в плане финансового образования люди спрашивают, что у тебя с курсами, потому что тут у меня большой пробел. Когда кто говорит, что там надо вот что-то там это, я говорю, нет, это к Алексею Бачарову. Пожалуйста, я тут немножечко буксую. Ну, спасибо, раз ты так советуешь мой курс. Ну, у меня запускается курс, который называется «Три Китай инвестиций», и он включает в себе, на мой взгляд, все самые основные темы, которые должен знать инвестор. Именно такой, который вот близок к профессиональному. Это, конечно, не совсем профессиональные инвестиции, потому что большинство, и он рассчитан-то на обычных людей, да, а не на корпоративный какой-то сектор там, да. И он включает в себя все основные разговоры и про облигации, и про акции, и про управление портфелем, и даже элементы хеджирования, да, с помощью южно-контракта. То есть, пройдя этот курс, люди получают комплексные представления, и я даже понимаю, что, скорее всего, они не сразу, да, начнут всем тем пользоваться, что мы изучим, но это им дает хороший плацдарм для понимания и как это все устроено, как это работает, на что можно рассчитывать. Поэтому для всех слушателей твоего канала даже действует специальная скидка, да, которую мы... Ты не пришли, я об этом еще не знаю, ты, я тут... Экспромт, здрасте, здрасте. Обязательно пришлю, есть специальная скидка для всех, кто вот посмотрит твой канал, слушает, да, они могут получить специальное предложение, да, пожалуйста. Есть другой вариант, да, например, я являюсь преподавателем высшей школы экономики, руководителем программы фондовый рынок, высшей школе экономики, если вы хотите послушать, там курс, он очень похож, конечно, потому что я являюсь автором как собственного курса, так и, в общем-то, являюсь руководителем там программы, то есть там база курса тоже моя, ну, скажем так, на 85% она моя, да, на 15% уже не моя, но там тоже можно послушать, она чуть получается из-за особенностей деятельности в ВШ, да, если здесь у меня есть некоторый разбег, то здесь я должен быть, как, зажат в определенной рамке, да, связанной с образовательным процессом, вот, но курс, в принципе, во всех основных чертах отражает Трикита, и если человек хочет еще и получить сертификат, то он может прийти в ВШ и там, собственно, зарегистрироваться, то курс начинается, если Трикита начинается 16 ноября, нет, Трикита у нас начинается в конце ноября, то курс ВШ будет стартовать в начале ноября. Понятно, хорошо, спасибо большое, ребята, ссылочки внизу, не забываем.